Круглый стол В рассмотрении такого важного, на сегодняшний день основоположного вопроса по защите прав человека в Украине. Прошел первый тур выборов, уполномоченного по защите прав человека Верховной Рады Украины. Нина Карпачева отработала свой срок, по конституционной норме происходят выборы. Первая попытка была неудачная. Выставлялись две кандидатуры, которые не набрали, никто из них не набрал 226 голосов для прохождения и вступления в должность. Объявлено в соответствии с нормами закона и конституции повторное выдвижение кандидатов. Рассмотрев предложение Общественного совета в лице Комитета по борьбе с коррупцией, Общественный совет при Одесской облгосадминистрации, руководителем которого является Виктор Владимирович Пуглич, было сделано предложение о выдвижении кандидатом на должность, уполномоченного по защите прав человека Верховной Рады Украины, Розовайкина Николая Леонидовича. Пожалуйста, поприветствуем. Спасибо. Общественный совет, Президиум Общественного совета при облгосадминистрации поддержал это предложение. Было бурное обсуждение, но, насколько я знаю, это было принято единогласно. Ни один голос не нашелся, ни воздержавшийся, ни против. Со своей стороны хочу сказать, что те организации, с которыми мы сотрудничаем, мы не входим в Общественный совет, но те организации, которые не входят, они тоже являются субъектами общественной деятельности, тоже поддержали и выдвинули со своей стороны Николая Леонидовича Розовайкина на эту должность, кандидатом на эту должность. Насколько я знаю, этот путь происходил в выдвижении, происходил параллельно. Николай Леонидович является заместителем директора Международного правозащитного фонда «Рутэния», руководителем которого является Коростовская Алла Кирилловна. Это, познакомьтесь, если кто-то не знает, пожалуйста, Алла Кирилловна, это, наверное, я не побоюсь этих слов, это легенда правозащиты в Украине. Так вот Алла Кирилловна со стороны своей организации, которая имеет широкую разветвленную сеть по Украине, они тоже проводили эту работу и выдвинули Николая Леонидовича на этот пост. Вот когда мы начали проводить эту работу, мы уже узнали, что несколько групп, несколько направлений, в принципе шло в одном направлении. Поэтому мы решили объединить наши усилия, собрали вот такой, мы хотели собрать сначала круглый стол, но когда поступили заявки, то мы понимаем, что необходимо немножко больше форматы провести, для того, чтобы пригласить и представителей прессы, и представителей общественных организаций, правосоюзов, познакомиться с проблемой, познакомиться с нашим кандидатом, обсудить важность этой проблемы и пролоббировать в хорошем смысле вопрос выдвижения нашего кандидата. В правозащите я человек не новый, потому что меня сама жизнь с юных лет толкнула на этот путь. Защита прав курсантов, которые, работая в колхозе, на тяжелых сельскосработах, не дополучали полученных денег, и еще в одесской мореходке за кронплавание, мне пришлось поднять этот вопрос, поскольку я его закончил с отличием. Потом был направлен после черноморского пароходства и работы на судоремонтном заводе секретарем комитета комсомола с правами райкома, ну по военным меркам, это майорская должность своей, 22,5-23 года работать в мореходке, и столкнулся с тем фактом, что на протяжении многих лет разворовывались, заработанные честным курсантским трудом, огромные суммы денег. И пришлось мне в свое время возглавить, конечно, это движение курсантов. Конечно, столкнулись с сопротивлением тех же самых коррупционеров, которые в 70-х годах были в тех же партийных органах, в органах государственной власти, и за то, что было бы неповадно другим, просто было принято решение устроить публичную казнь. Могу сказать, испытания, которые выпали на мою долю, мне пришлось с честью выдержать, конечно, перенести 20 месяцев незаконного ареста по фабрикованному уголовному делу, помещение в Одесскую психиатрическую больницу на принудительное лечение, от которого всячески приходилось отбиваться, и благодаря профессору Москетти, который не подписал ни один фабрикованный акт психиатров, дойти тюрьмами, этапами, пересылками, институт Сербска, где эксперты, 19 человек, специалисты с высочайшим мировым именем, дали прекрасное заключение, вменяемый, полноценный, и расписали, дали прекрасную характеристику, в итоге сказали так в двух словах. Конечно, там большой перечень формулировок, что Розовайкина хоть в политбюро, хоть в космос можно отправлять. Далее не собирались освобождать из-под стражи, решили давить, душить, чтобы не допустить полной реабилитации. Но в итоге, оправдательный приговор, 80-й год, в канун Олимпиады 80-х, когда это было практически неправдоподобно, однако состоялся он, потому что еще были честные суди и честные народные заседатели в системе еще Советского Союза судов того периода. Конечно, эти сопротивления потом, выхода на высшие органы государственной власти, дали опыт и уверенность в борьбе. И публикация Юрия Щекочихина, статья после шторма, 1983 год, которая явилась рекордным примером отечественной публицистики. Первым документом, который гласно. Да, которая набрала более чем 120 тысяч откликов. Затем работа на производстве, когда послали механикам и дали жесткое указание не продвигать, не поднимать, гнобить и давить. Но тем не менее, как сквозь асфальт, как сквозь железобетон, приходилось пробиваться, помогать людям, защищать права людей, получить высшее инженерное морское образование, а затем получить высшее юридическое образование и заниматься правозащитой уже на постоянной профессиональной основе, принимая участие во всех процессах следствия, суда, по судам всех юрисдикций, гражданской, уголовной, хозяйственной, административной. Причем на всех стадиях процесса, видя проблемы того бесправия, беззакония изнутри. И имея полноценную информацию из всех органов власти, от людей, от субъектов властных полномочий. Работать в Верховном Совете пришлось Союза СССР в Москве, 1989-1991 год, иметь представление о работе Верховного Совета Российской Федерации и являться у нескольких народных депутатов, помощников, депутаты Верховной Рады Украины. Видя тот разгул беззакония и бесправия, который имеет место в обществе, особенно в органах государственной власти, когда в условиях демократии, демократия предполагает, в цивилизованном смысле слова, это система сдержек и противовесов, то именно 101-й статьей Конституции Украины предусмотрена, она очень коротенькая и звучит она кратко лаконично так, что парламентский контроль за соблюдением прав человека осуществляет Уполномоченный Верховной Радой Украины по правам человека. Это называется, система и учреждение Уполномоченного, Конституционная институция. У вас еще было одно мероприятие, если я не знаю, как это назвать. Это был Советский Союз, когда вы терпели, вы наводили порядок, пытались ввести контроль за действиями чиновников, но уже 2001-й год уже... Андрей, тогда уже вступает правозащитная работа чисто по одесскому региону. Независимая Украина, опять арест на два месяца, это уже вы... Это обыкновенные разборки, реакция высшей судебной власти в одесском регионе на его работу. Значит, дело в том, что правозащита... Вы помните, кто при советской власти что-то помнит и сталкивался с обществом? Ну, правозащитник это какой-то ненормальный человек, который выходит за рамки обязательного поведения по отношению к власти. И если ты чиновника и сказал ему правду в лицо, значит, ты уже инакомыслящий. Причем это слово, как кличка, диссидент, например, лично меня преследовало, но несколько десяти лет и до того, как распался Советский Союз, а я, между прочим, была офицером МВД. Поэтому я не... Вот эти все разговоры, которые говорят о правозащите сегодня, это совершенно другой мир. Ребята, если мы раньше говорили в кулуарах где-то в этом самом, да, а в начале девяностых начали говорить громко, например, когда Николая Леонидовича по гражданскому делу арестовали, чтобы доставить в Николаевский суд, мне легко удалось собрать 62 представителя от городов. Причем легко. Я позвонила в каждый город и сказала, ребята, мне нужен кто-то из правозащитников. И под Николаевским судом собралось 62 представителя городов, областных центров и районных центров с Украины. Когда появилась такая масса людей, я не была бы юристом или журналистом, если бы я не использовал этот случай, мы тут же предложили учредить партию правозащиты Украины. Правда, подумали, немножко Кармазин помогал, Кармазин принимал очень участие такое деятельное, как депутат Верховной Рады. И мы сделали партию разбудовы правозащитных организаций. Что такое для меня лично, честно говоря, это было море возможностей. То есть разбудовывая эти правозащитные организации в каждом дворе, на каждой улице, Молдаванка свое, Академический свое, поселок Котовского свое. И поэтому это была хорошая работа, которую нужно было делать. Так мы поднимали людей. Вы знаете, и сегодня, и Николай Леонидович был сразу освобожден, он, естественно, он стал секретарем областной организации. И членом, вице-президентом фонда Рутене, который я организовала на базе правной чьей фундации, он один из первых пришел. Он пришел, просто предложил, сказал, давайте работать вместе. Зная его через Щекочихина, через Бориса Деревянко, зная его деятельность, естественно, мы стали работать вместе. И так как работаем мы, вот этот фонд Рутене, мы начали мы, действительно, мы Карпачевой давали все раскладки, Карпачевой говорили, как мы хотели. Мы хотели, знаете, что делать? Это было рациональным предложением. Есть институт уполномоченного по правам человека Верховной Рады. То есть очень массивный объем работы. Сделайте так. В каждом областном центре представитель уполномоченного по правам человека. Это было бы хорошо. Но это средства, и средства бюджетные. Поэтому сделали так. Давайте сделаем так. Центр — это Киев. Юг — это Одесса, это Кировоградская, Николаевская, Херсон. Юг сделаем, да? Сделаем северную, южный, восточный и северную. То есть сделаем свои центры, где мы, зная свой материал, мы будем работать. И вот наш фонд Рутене фактически работал на уполномоченного. Потому что к верхам высоко, до генерала, как говорят, далеко. И мы сами в своем регионе начали работать. И постепенно перебрали на Рутеню все правозащитные организации Украины. Когда перебрали, сам Бог велел, я сразу же связалась с ОБСЕ, с Прагой, и мы начали напрямую контактировать с ОБСЕ в Праге. Это офисы книги центральных. В Женеве 10. А я быстренько нашла эти все адреса и, предлагая свой материал, он как бы давал всю информацию о том безобразии, которое творится. О том, что сегодня нация, народ унижен до предела, ниже плинтуса, как говорят, сегодня это факт. И сегодня стал вопрос менять уполномоченного по правам человека. Да, сегодня стал вопрос. Мы не возражали. И Николай Ильич только сказала ему, надо кого-то выдвинуть. Я говорю, потому что я уже старая, а они помоложе. Давайте кого-то выдвигать. И тогда мы поддержали Захарова. Честно говоря, Захарова я знаю где-то с 1994-1995 года, как руководителя у нас связь. У нас есть правозащитная сеть Украины, так называемая. И Харьковская организация во главе с Захаровым входила в эту сеть. Вот наша организация, там еще Днепропетровская, Запорожская, Львовская. Мы входили и составляли правозащитную сеть Украины. И, естественно, мы работали на защиту прав человека. У нас это было, ну я не скажу, переживать через, пропускать через сердце каждую беду каждого человека. Поверьте, это очень тяжело. У меня бывали и срывы, и срывы бывали такие, что я не мала, просто врубилась в дело, и от него не могу никак отказаться. Работают на местах люди, которые сегодня вот здесь вот, люди сидят, я вижу уже знакомые, которые выходят в суды и называют вещи своими именами. О том, что, как Кармазин говорит, там каждого второго нужно расстреливать, я не думаю, что расстреливать, но посадить, поверьте, надо каждого второго. И поэтому я считаю, что институт уполномоченного поправления должен иметь человека, который умеет хорошо представлять, знать интересы и говорить правду не боясь. А нам уже, ни ему, ни мне, вот людям уже, нам, которые мы сидим здесь, нам уже, по-моему, в сидящем зале терять нечего. Мы уже дошли до того края, когда дальше грань, даже не знаешь, это уже не нация, не народ, что-то какие-то, даже не папуасы, поверьте мне. Поэтому надо работать, самим заниматься. И сегодня я сталкиваюсь с таким вот, в практике своей работы, и как адвокатской практике, и правозащитной, сталкиваюсь с такими фактами, что человек боится. Мы должны реагировать и не бояться. И поэтому у меня, я знаю Николая Ильинича, много лет, вот столько лет, знаю, что он борец, что он, многие из вас слышали его выступления в судах, вы знаете, что он умеет, знает законодательство, грамотный человек, и нам нужен такой человек. Как это будет? Мы можем его, мы, вот наша рутения, мы работаем по всем. Вот я взяла здесь специально, я оставлю здесь на студии для журналистов. Мы, у нас материалы по Ужгороду, по Львову, по Запорожью, еще там по другим городам. То есть мы занимаемся, и занимается этим и Николай Леонидович, помимо работы, которую он здесь ведет. Поэтому ему работа по Украине как раз подручнее. Он умеет это делать, он умеет доказать правоту. Понимаете, поэтому я считаю, что мы кандидатуру, которую мы поддерживаем, вместе вот с Мукочем, мы поддерживаем эту кандидатуру на должность обоцмена. Мы твердо настроены на то, чтобы поднимать Верховную Раду, и мы уже знаем нескольких депутатов, которые согласны с кандидатурой Николая Леонидовича на должность обоцмена. Поэтому я прошу поддержать. Спасибо, Алла Кирилловна. Я знаю, что это человек, который никогда не изменит чести, совести и справедливости. Это человек, для которого главный его жизненный кредо. Есть черный, есть белый. Точно в такой же ситуации и я. Значит, мы сдружились, когда подружились уже, когда мы стали работать в общественном совете Приджиевской областной администрации, который создан согласно постановлению Кабинета Министра номер 996 от 3 октября 2010 года. И я возглавил комитет по взаимодействию с правоохранным органом обороны работы против идеи коррупции. Николай Леонидович возглавляет под комитет по співпраці с судами и с прокуратурой. Значит, принимаю участие во всех судебных заседаниях, в том числе в Киеве, извините, в Николаеве по БАСу. Николай Леонидович как правозащитник, как юрист, очень грамотный, опытный, имеющий огромный жизненный опыт, проводит линию направленную на защиту наших граждан. И я считаю, что другой кандидатуры для Украины просто нету. Нужен человек, который обладает огромным опытом, знаниями. Самый главный критерий – это порядочность и стремление сделать нашу жизнь лучше. И другой кандидатуры, чем больше, чем Николай Леонидович, я лично не вижу. Я хочу сказать, именно ради Атаманев то, что приняли решение – поддержать Николая Леонидовича в этой благородной справе. И тоже будем писать и информировать население и вернуться до Верховной Ради. Я думаю, что лучше выступят люди, которые сидят в зале, которые знают Николая Леонидовича, сталкиваются по защите, по честной работе. Я поддерживаю всех граждан Украины, если кто-то нас видит онлайн, значит, поддерживайте кандидатуру нашего Николая Леонидовича. И от этого верит только наше общество, вы верите и вы. Спасибо, Владимир Викторович. Пожалуйста, если к трибуне. Да, да, да. Ну, для того, чтобы вас вас же будут видеть, конечно. Я позволю себе выразить свое мнение в поддержку данной кандидатуры Николая Леонидовича Розовакина вот по таким обстоятельствам. Для нас, для всех, для Украины это самый лучший случай и самая лучшая кандидатура, потому что порядочность высшей степени, добросовестность и чистота помыслов, сердечность и открытость людям. Понимаете, у Николая Леонидовича не бывает свое и чужое. Для него все чужое, как свое. Он переживает боль каждого так сильно, так остро, как переживает свое. И я это видела своими глазами, когда Николай Леонидович поехал со мной в Верховный суд и при палате, гражданской палате Верховного суда, где там, по-моему, было 25 судей, он защищал права моего внука. По-моему, он переживал больше, чем я, потому что понимал больше, чем я. И приложил все усилия для защиты действительно гражданских прав маленького ребенка. Для Николая Леонидовича эта должность это огромнейшая нагрузка, это, скажем, минус какие-то годы жизни и минус здоровья, потому что там нужно себя полностью положить на эту работу. Но для всех тех, кто нуждается в защите, обратиться к человеку, который никогда никому не отказывает, который исключительно грамотен, юридически, совестлив на 100%, честен перед собой и перед другими. Кроме того, человек обладает изумительно поставленной речью. Человек, который обладает высокого качества памятью, человек, который обладает хорошим образованием, полноценным образованием и гуманитарным, и техническим, и человек, который отвечает всем требованиям гражданина Украины в том самом лучшем смысле этого слова, потому что если бы мы хотим жить в нормальной стране Украины, то граждане должны быть такими, как Николай Леонидович Розовакин. Я это говорю совершенно четко, искренне сознавая то, что я говорю, и я надеюсь, что все, кто сталкивался или сможет столкнуться с Николаем Леонидовичем, сумеют оценить и его доброту, и порядочность, и достоинство, и профессионализм. Единственное, я хочу пожелать ему здоровья и сил, и дай Бог, чтобы мы его выбрали, потому что от этого выиграем все мы. Спасибо большое. Выдвигаем его на всеукраинский уровень, то мы уже должны думать о порядке во всей Украине. Давайте уже мыслить категориями руководителей, хозяев этой страны, народа Украины. Дмитрий Розов, вы хотите, пожалуйста. Что я должен сказать, что Одесса на сегодняшний день в Украине, это не кто-то так считает, не первый город, но я считаю, что это и не второй город. И что Одесса в Украине дает очень больших и замечательных людей, которые обязательно останутся в истории нашей новой Украины. Но у меня практически такая же судьба, как и у вас. Та же мореходка, тот же водный институт, та же тюрьма и та же борьба. Я хочу вам сказать о том, что действительно зло побеждает нас в сегодняшнее время. И оно принимает такие циничные формы, что терпеть этого уже невозможно. Мы опустились прямо на дно. Сегодня уже такие страшные человеческие пороки свободно ходят по улицам, свобода на телевидении, свободно на газетах и везде. Их нам выставляют как каких-то лидеров нации. И вот эти два клуба по интересам, которые уже 20 лет уничтожают очень мощное государство Украины с таким великолепным потенциалом, человеческим потенциалом. Ведь если посмотреть и сделать анализ, то человеческий потенциал Украины он был намного выше, чем в остальных республиках того Советского Союза. Вы посмотрите, сколько у нас было учебных заведений. Вы посмотрите, что Одесса еще в то время была морской столицей нашего великого государства. Где это все? Совершенно верно. Я работал в системе пароходства, ну куда ж деваться? Вот. Да. Я вам хочу сказать о том, что Одесское пароходство по объему перевозок работы портов и садоремонтных заводов это была одна треть всего Советского Союза. Вы можете себе представить это? Одна треть Советского Союза, при том, при всем, что нам, Одесситам, приходилось обслуживать самые неудобные страны. Мы работали на Восточную, Западную Африку, мы работали на развивающиеся страны, где нету ни техники, ни это. Вы ближе к Николаю Леонидовичу, я понял. Хорошо. Так вот, если ближе, я скажу вам о том, что я по виду своей общественной работы, вот, я и знаю вот тот немножко мир, в котором крутятся партийные организации, Верховная Рада и прочее, прочее, и та ситуация, которая сегодня относительно представителя Верховной Рады Абдустмена. Дело в том, что сегодня демократический так называемый лагерь не имеет возможности проголосовать за этого человека. То есть меньшинство там, понимаете. Что касается этой серой полосы, понимаете, то Ефремов заявил буквально недавно, что вроде бы он уже набрал 260 голосов. но у них там не получится ничего, они не могут с собой договориться. И тут возникает вопрос, если мы выставим свою кандидатуру, которой безусловно нет в Украине лучше, чем Николай Леонидович, так, и поддержим всеми общественными организациями, что я сегодня координатор от Одесской области вновь созданного Народной Радой Украины, которая объединяет в своем составе более 250 организаций со всех областей и прочее, прочее. И мы хотим вот так все подключить с тем, чтобы выставить кандидатуру, которая бы устраивала по большому счету и тех, и тех, и самое главное народ. Понимаете, да? И сделать большую широкую огласку. Познакомить с Михаилом Басом, это один из подзащитных, да? Подзащитных Николая Леонидовича Розовакина. Благодаря вот их деятельности совместной сегодня мы в Украине, можно сказать, потому что ословили этого судью, судья Суворовского района Виктор Поздняк, который принимал решение по многим антиситам. сегодня находится под следствием, ведется уже судебное разбирательство, он обвиняется во взяточе, в особенно крупных размерах, а судят его не в Одессе почему-то, а перенесли в Николаев. Поэтому это такой, можно сказать, народный проект уже всеукраинский. И вот Михаил один из героев, которого защищает... Ну, героем я не очень, когда меня стреляли, когда деньги вымогали, четыре пули, понимаете? И если я был бы один, никогда бы не вытянул. Меня бы сломали давным-давно. Это еще тогда, когда в масках пришли работники милиции и меня стреляли. Их защищают такие же правозащитные и некуда обратиться. Куда ни кинься. И поэтому, когда вот тут говорим какие-то депутаты, какие-то... Да народу нужен свой человек, свой представитель. Да устал уже народ от каких-то групп выбрали своего, и они решают только свои проблемы. А когда же народ... Вы посмотрите, экономики нет. Народ беднеет. Посмотрите, посмотрите вокруг себя. Альфаторы у нас не закрываются. Почему? Правозащие люди не верят. Вот вы говорите за мать. Люди не верят уже. Люди бьются, бьются, поднимают руки и сдаются. Только благодаря таким общественным организациям всем спасибо, которые приехали в Николаев. и показали, что не один баз там стоит, а именно общественная организация. Да, судья и в газете сегодня есть статья, в интернете, ну и завтра будет уже в печати, что люди приехали и поддержали меня. Иначе меня бы одного сломили. У адвоката адвокат, у судьи адвокат, все юристы, стань там один перед ними, когда меня даже не сделали потерпевшим. Пускай об этом кто-то расскажет. И я прошу, что все общественные организации, здоровые люди Украины поддержали Николая Леонидовича Разувайкина. В его лице мы надеемся, что институт аббудсменства будет более правильным, заработает правильно для народа, а не ради каких-то группировок. Спасибо людям, которые меня поддержали в тот тяжелый момент. Иначе в жизни бы никто эту махину поодиночке никто, только благодаря тому, что люди объединяются. Я прошу поддержать кандидатуру. У меня я тоже отец двух детей, я дедушка двух внуков, и я хочу, чтобы мои дети и мои внуки жили в порядочной, хорошей стране. Спасибо за... Я хочу сказать, человек, который не испугался этой системы, представьте, после того, что у него стреляли, когда у него пуля застряла в сердце, он выжил, и сегодня он ради нас, ради нашего будущего старается навести порядок с помощью Николая Лениныча в стране. То есть мы сейчас обсуждаем кандидатуру на главного правозащитника в Украине. И мы должны понять, что это не тёплое место, как говорили здесь. Конечно, каждое место можно сделать тёплым в нашем правительстве, но в данном случае речь идёт о том, что человек должен противостоять прокурорской системе, судебной системе, СБУ, всем противостоять. Он должен быть агрессивен, защищая наши интересы. Он не должен ждать, когда его пустят в кабинет, он должен ногой открывать эти кабинеты за нас, не за себя, понимаете. И поэтому я слабо представляю женщину в этом плане, потому что женщины у них другое предназначение, они не должны воевать. Нас нам нужен в принципе человек, который обладает харизматическими способностями. Я просто хочу сказать, что это представитель науки, это кандидат в меморологических наук Украины, это научная общественность, человек, который имеет борисовую капочку на гражданскую позицию. Два года клиент Киевского районного суда. То есть меня, имеющего шесть монографий, 300 публикаций, просто вышвырнули из института, потому что я сказал, что у нас плохое качество образования. И в принципе конфликт ерундовый. Просто с другой стороны депутат ерундовый, с другой стороны депутат областного совета и судьи все строятся под него. Дело не стоит выеденного яйца. Я представляю себе, когда там стоят деньги, когда там стоят статьи серьезные. Там вообще нечего добиваться, потому что все договорено на уровне милиции в начале, прокуратуры потом, суды в конце концов. Вы можете пройти одно звено, но второе знает, что уже все, мы на втором перекроем, на третьем перекроем. У нас система жуткая. Это жуткая система, она жуткая не только для меня, не только для вас жуткая. Я вас уверяю, что когда у нас власть поменяется, эти же судьи, этот же вовк, они же будут его судить, понимаете, так же жестоко будут. Они говорят, чего изволите, понимаете, они от власти не зависят. Власть меняется, они говорят, извините, вам нужен человек, который безнравственно, антизаконно осудит любого? Ну, конечно же, нужен, власти всегда нужны такие люди, нужен защитник нас, народа, понимаете. И поэтому я вот, я говорю о том, что я вам не завидую, я вам не завидую, как будущий мудмэсэн, потому что, потому что это инфарктная должность. То есть, все люди боятся, это самый большой грех бояться, но люди боятся. И поэтому, если мы не найдем человека, который будет, вопреки отказу свидетелей от показателей, все-таки добиваться правосудия, добиваться того, меня сейчас не волнует, скажем так, по моему делу, скажем так, мой конфликт с ответчиком. Меня волнуют те около 15 судей, которые по моему пустяковому делу приняли заранее понятные ложные решения, понимаете. Ну, цинично приняли. Вот это страшно. Получается, что если вы к ним придете с, скажем так, с чем-то серьезным спором, то там просто, скажем так, взвесится, где больше положили, и однозначно будет решено не в вашу пользу, потому что у нас, народа, денег нету. То есть, мы всегда будем проигрывать. Я вот вас призываю, что если вы там захотите взять какой-то миллион, то мы вас достанем, понимаете. Но я уверен, что каждый каждый человек, он, скажем так, ну, нам нужно из тех, кого нам предлагают выбрать, если человек отстрадал и отсидел и за справедливость, то все-таки у него больше, скажем так, степень доверия и у него, скажем так, стержень, он более, он не такой гибкий, как у всех у нас остальных. Поэтому я призываю вас, я думаю, что вы будете уверен в этом, потому что если это не случится, то вообще нам нужно всем забыть о том, что Украина правовая страна, вот. Ну, а дальше надо бороться, начиная с вас и дальше, и дальше, и дальше. У меня вообще, что миллион, это звучит как чаевые. Чаевые за совесть, за сделку со совестью. И поэтому мы выработали в себе это, я не знаю, наверное, я выработала еще работая следователем, выработала в себе это Николай Ильинич по всей тортуре, которой он прошел. Вот, поэтому, ну, как-то думаешь, на это как-то как на чаевые смотришь, на это как будто бы тебе предлагают субсидию и знаешь, что ты должен иметь достойную пенсию. Понимаете? Пожалуйста. С Николаем Розывайкиным я знакома с 84-го года, нас судьба свела. И со мной. Это уже поздно. Я с Николаем с 84-го года, когда вы шли, что я после шторма, у меня такая же была история, я тоже прошла этот порочный куб травлей, издевательств, когда у нас, как получается, бывшем Советском Союзе, так сейчас, если начинаешь оставить права человека, значит, обязательно приходится бороться со всеми прокурорами, судья, то есть с мафией, фактически. Вот, это начало, мне пришлось, нас свела судьба под такими счастями, мне приходилось возить коллективные жалобы в город, Москву, и стоять в пикете в палачном городке, собирала подписи, я бегала по 20 экземпляров по всей Москве, как в СЭС, все газеты, журналы, я никого не боялась, стояла с плакатами сумасшедшими, что даже вам трудно представить, с какими плакатами стояла свободно. Тоже, да все, со всех сторон, говорит, облаву на меня полностью сделала. Приходилось обращаться к Николаю за помощью, еще как-то месяц оставлять, куда-то отправлять, он мне очень давал такие, как всегда, грамотные советы. Человек, он сильный, его нельзя сломить, волевой, он, и, говорят, как с уникальной памятью, который помнит все, говорит, можно сказать, за каждого человека, которому пришлось столкнуться, от его до рождения до его домашнего адреса. С уникальной памятью, когда мне приходилось ездить в тот же город Киев, я передавала жалоб, говорит, вот Николай Розовакин, фамилия написана, я его очень уважаю, этот человек имеет феноменальную память, мы его все тут в Киеве уважаем. То есть, мне приходилось сталкиваться, и с Николаем, мне много приходилось к нему обращаться, он, конечно, не отказывал никогда в помощи, человек он водевой, и никому не откажет, когда он сам испытал на себе все те последствия борьбы за правду, за правоту, которые у нас, к сожалению, нет. Я поддерживаю Николая Леонидов, с этим я и вышла, потому что я его очень давно знаю, поэтому мне и пришлось немного общаться. Ради этого я и сказала пару слов. Дмитро Трунов, Батьки Одессчини за дитей, областная организация. У меня два вопроса, такие риторичные, уже до меня было сказано, что я так зрозумев, что вы и вагон, и воду пройшли, ну, чтобы вы и пришли в мидные трубы, потому что, с покусом будут, вас будут намагаться на цей посаде купить, склонить вас у какой-то бік, и чтобы вы захищали действительно народ. Другой вопрос, вопрос за бобежание. В нашей стране в последние годы социальный состояние очень тяжелый, порушиваются права народу. И в нас сейчас уже два года, мы пытаемся стримовать в Украине ювенальную юстицию, и сейчас она, по последнему указу президента, мает назву «Крименальная юстиция для неповнолетних». Чи вы готовы будете захищать права родины, традиционные ценности, и намагаться протистоять в этом очень-очень неприятного пыла? И только сообща силами народа во всех регионах Украины можно остановить любые негативные процессы, даже если кто-то их специально не планирует злонамеренность. Хочу сказать два слова, которые касаются меня, даже. Когда я читала статью после шторма, я не знала этого человека, я была восхищена. А сейчас его подвиг держит меня на этом свете, потому что то, что со мной происходит, не происходило, наверное, ни с одним человеком на белом свете. Последняя машина ВН 9381АЭС, принадлежащая Андрианову, милиционеру, желала и очень хотела наехать на меня. Я дала телеграммы, я писала везде. Оказывается, это все неправда. Я все придумаю и сочиняю. Так меня пора судить уже за то, что я сочиняю такое. Так что спасибо вам. Я всегда вспоминаю вас. Сейчас у меня что сделали? Забрали 200 гривен с моей инвалидной пенсии. Я получаю 800. за квартиру, в которой живут милиция, у меня снимают 200 гривен. Каджигейский отдел милиции продолжает. Да, продолжение следует. Абепа я получаю 600 гривен и естественно болею бронхиальной освой. Конечно, мне не хватает их даже на медикаменты. Так что моей кончины они желают и жаждут. Спасибо. Провести журналистское расследование. Сделать обращение в запад в прокуратуру, в милицию, в тот же Абеп. Для того, чтобы выяснить, подтвердить те факты, которые нам предоставила. Что дальше с этими материалами делать? Эти материалы куда-то нужно отдавать. Нужно отдавать в прокуратуру. Я и сразу сказал, нам необходимо, мы тогда был пить, если помните, это прием устава территориальной громады. Мы здесь многие присутствующие внесли пункт уполномоченный по защите прав человека Одесской территориальной громады. Депутаты городского совета его не приняли. У нас сегодня идет с ними судебный спор. И вот тогда я говорил, если бы у нас здесь был в соответствии с этим законом уполномоченный не только сидел в Киеве, разъезжал по всему миру, она уже побывала во всех странах за наши с вами деньги, а если бы здесь находился уполномоченный представитель Одесской области, региона, Одесского региона, которому вот такие граждане, простые граждане, которые попали в эти жернова правового беспредела, вот тогда мы могли решать. Да, журналисты и журналисты и правозащитники смогли бы, объединив свои усилия, наводить порядок. Спасибо. Добрый день, городок, городе Лечовский, и тоже возмущены тем, что творится в нашей власти, как власти помогают нам отстаивать наши права и наши интересы, попали действительно в эти жернова. Мы тоже поддерживаем и надеемся, что с избранием вас на новую должность что-то изменится и действительно заработает власть не себе в пользу, а в пользу народу, который ее выбрал и начнет наконец-то решать их социальные проблемы. Допустим, как у нас, мы обращаемся и президенту пишем, мы обращаемся в департаменты разные, министерства, нам только пишут, пусть разбираются на местном уровне. Местный уровень дает там указания какие-то, ну, я так думаю, дает указания ничего не рассматривать. И мы получаем только ответы. Отказано возбуждение уголовного дела? Отказано, отказано, отказано. Хотя, пользование денежных средств инвесторов. Почему, если оно есть, наша местная власть не может никак на это отреагировать? Вот я надеюсь, что вот эти вот не будут допускаться оплошности со стороны. Да, да, да. Фактически будут защитаться интересы людей, а не интересы власти. Потому что на данный момент я думаю, что в первую очередь защищаются интересы власти и власти имущих. А люди просто вынуждены стоять в палаточных городках, под мэриями, с плакатами и чего-то там добиваться. Та должность, в которой следит, и тот институт, который мы содержим, а это большой секретариат, это большие средства, которые выделяются из государственного бюджета, наши с вами деньги, должны идти на то, чтобы защищать второй раздел Конституции, права, свободы, обязанности человека и гражданина. Вот этим должен он заниматься. Он стоит, по сути, на нашей стороне в соответствии с Конституцией Украины. Это наше прерогатива выбирать этого человека. И мы сейчас будем, я хочу проголосовать раньше, наверное, времени, а потом, чтобы мы обратились, кто может обратиться к депутатам Верховной Рады, к президенту Украины, ко всем должностным лицам, которые будут влиять на этот процесс. И мы действительно, как Владимир Иванович сказал, это получается гражданская альтернатива тем кандидатам, которые выделены парламентское меньшинство, оппозиция и парламентское большинство. Ведь им самим нужен тот человек, который будет защищать их права. Жизнь меняется, меняются условия. Сегодня они при власти, завтра они в оппозиции и наоборот. Подумайте, даже если вы не хотите уже сегодня думать, а мы видим, что они не хотят думать о нас, подумайте уже о себе. Потому что вам завтра придется защищаться и вас должен будет защищать человек в соответствии вот с этим основным законом Конституции. Спасибо. Я сейчас продолжу речь Андрея Леонидовича на эту тему. Вот сидящих вас здесь в зале, которые много лет занимаются и общественной деятельностью, и правозащитой, и попали в ситуации очень неприятные в своей жизни. Я хочу задать один вам простой вопрос. Как вы думаете, нужен ли сегодня власти народный омбудсмен? Конечно, нет. Мы все прекрасно понимаем, и каждый из вас, сидящий здесь в зале, для себя имеет четкий ответ на этот вопрос. Народный омбудсмен сегодня власти не нужен. И то, что сегодня происходит здесь, в этом зале, на самом деле является просто уникальной вещью, когда народ, объединившись, выдвигает своего кандидата на эту гиперважную для государства должность. для народа, который проживает в этом государстве. Я слушала выступления, которые здесь звучали, и как-то рефреном проходила одна мысль. Мы – народ, и они – власть. Действительно, сегодня громаднейший разрыв между тем, что нужно, что хочет народ, как он видит развитие этого государства, как он видит жизнь в этом государстве и властью. И эти два вектора, они полярно противоположны. Поэтому, конечно, институт народного омбудсмена, выдвижение Николая Леонидовича Розывайкина на эту суперответственную должность, оно должно пройти волной просто по всей стране. Все общественные организации, все люди неравнодушные должны эту гражданскую позицию, которую сегодня инициировали одесситы поддержать. Потому что, допустим, в Соединенных Штатах уже давным-давно институт омбудсменства имеет свои локальные представители в штатах, в городах, в крупных корпорациях есть свои квази-омбудсмены, которые защищают права человека. Кроме того, поскольку я представляю общественную организацию независимый родительский комитет, которая, кстати, тоже была сформирована из-за дичайшего беспредела в системе образования, из-за жесткой коррупции и лоббирования интересов в системе образования. Я хочу вам сказать, что нельзя сбрасывать со счетов и такую важную позицию, как уполномоченный по правам детей. И еще в 90-е годы, когда Салой Кирилловной и Николай Леонидовичем мы принимали участие в тренингах Гельсинской спилки, Украинской правоначальной фундации. Все эти вопросы звучали очень ярко. И тогда действительно демократическое развитие нашей страны, громадский рух был на пике своего развития. На пике своего развития. когда люди верили и ждали, что действительно наша страна будет лучше и краше. Но сегодня пришла вторая точка, когда народ уже не может жить по-старому, а власть не может управлять по-новому. Поэтому даже если случится такое, что нас не услышат и наше мнение не примут во внимание по поводу того, что есть народный омбудсмен, которого выдвигает народ, у меня есть альтернативное предложение. Все равно при любых условиях сделать институт народного омбудсменства в Украине Николая Леонидовича выдвинуть на эту должность и развить эти институты по всей стране, по всем регионам. И вот тогда мы сможем влиять на того омбудсмена, который будет нам навязан, если не услышат и не захотят понять нас. Спасибо большое. По роду своей деятельности я веду ряд общественных направлений. Я хочу выступить сейчас как руководитель Одесского отделения Народной Рады Украины Сидоренко Андрей Леонидович. И вот то предложение Татьяны, которое звучит. И мы будем добиваться это хорошо, это ваше предложение, предложение одесситов, мы его вынесем на всеукраинский уровень, предложим Народной Ради Украины. Если не будет принят наш кандидат Розовайкин Николай Леонидович, мы выйдем и Владимир Иванович, Наталья Транда, мы сможем выйти в Народную Раду Украины с предложением о том, чтобы Николай Леонидович Розовайкин стал народным омбусменом Народной Рады Украины. Спасибо за доверие. Я понимаю, что беря такую ношу забот, ответственности, обязанностей, это практически, если говорить простым языком, 24 часа в сутки надо работать без перерывов и отдыхов. Почему? Работа крайне тяжелая, потому что ситуация в Украине крайне запущена. Украина в советский период, еще когда была союзная республика, считалась заповедник застоя. Это ни для кого не секрет. Вся эта коррупция, которая сегодня поперла открыто и цинично наружу, которая дала нам правовой цинизм, правовой беспредел, когда власть совершенно незаконно послушна, что хочу, то и ворочу, идем во власть, чтобы жить в сласть и так далее. Преодолеть, конечно, в одиночку будет крайне тяжело. При поддержке здоровых общественных сил, при включении всего народного потенциала, я думаю, общими усилиями это удастся. А именно, что я вижу в перспективах и в аспектах работы именно что? Что я могу сказать о перспективах работы? Во-первых, во что бы то ни стало, надо создать представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины с прав людины по всем регионам Украины. Мы предлагали, Нина Ивановна, 3-5 человек. В бюджете были отдельной строкой выделены колоссальные деньги. Была возможность заполучить по нормальной цене 27 автомашин Волга с тойотовскими двигателями на крымской сборке в тот период. Мы говорили, Нина Ивановна, надо это сделать. 3-5 человек создать по регионам, чтобы человек мог беспрепятственно передвигаться по всем острым точкам, по местам лишения свободы, где процветал беспредел. Да-да, ребята, я согласен. Как получил этот пост представительство по регионам Украины, чтобы поднять здоровый потенциал народа и включить как можно больше охват всего общества в эту работу. И чтобы люди сами выдвигали достойных людей, имеющих, я думаю, важно, очень важно юридическое образование, потому что следующая задача модели омбудсмана, как мы предлагали. Это модель сильного омбудсмана. Что это такое? Как в некоторых странах это имеет место, когда омбудсман является одновременно участником всех процессов, следственных органов, судебных и так далее наравне с прокурором. То есть, свое родо противовес, а он сегодня крайне необходим. Когда прокуратура крайне скомпрометирована криминалом, когда процветает круговая порука и повальная коррупция, и только за должность надо платить и побольше выкачивать денег наверх, вот это суть работы как в судах, так в милиции и в прокуратуре. Вот. Здесь необходим именно такой уровень работы представителей омбудсмана. И, конечно, неприкосновенность, потому что человек, идя на риск, должен быть защищен надлежащим образом. Беспрепятственность доступа к любым учреждениям, должен быть народный защитник, должен быть от имени государства такой специалист, такой человек, который может развеяться сомнений и не дать простого, не сведущего гражданина, сделать жертвой провокаций и обмана. Далее. Значит, право неотложного приема первыми лицами. Это должно быть поставлено за практику и основу на всех уровнях. Омбудсман и в законе это заложено. Неотложного приема вплоть до президента Украины, когда кричущие вопросы, не требующие отлагательства, потому что на омбудсмене лежит двуединная задача. Это осуществление правовой защиты как таковой и осуществление парламентского контроля за правами человека. Что такое право человека действительно в главе Конституции четко показано. Это, как говорится, от рождения и до тризны. Начиная от младенчества как зампрокурора области, Михаил Черный, бывший зампрокурора области, как доблесть это подчеркивал, что у нас без взятки ни родиться, ни умереть невозможно. Да, они создали колоссальный капитал на государственные службы за наш с вами счет. Они разложили общество и органы государственной власти и считают, что это прекрасная ситуация и все должны дальше рабствовать. Но здесь нужно поднимать народ, конечно. И люди должны сказать свое веское слово. Этому произволу нет. Потому что мы настаиваем на реформаторском пути, не на силовом, не на каком-то экстраординарном, который принесет жертвы. Посмотрите, события Ливии, не умолкают человеческие жертвы и бойня. Никому не нужен силовой вариант. Слишком дорогой, большой кровью доставалось это благополучие, которое создано предыдущими нашими поколениями у нас, в нашем отечестве. Далее. Уполномоченный по правам человека это конституционная норма и в законе заложено является субъектом права обращения в конституционный суд на предмет неконституционности законов Украины, подзаконных актов и других нормативно-правовых актов. Я лично на примере нашей многодетной семьи уже после того, как Нина Карпачева нас отвергла, чисто юридически и действуя законным путем обратились по защите наших деток маленьких и во изменение законов Украины через принесение ЕЮ, которая должна была это сделать, конституционного представления на предмет неконституционности норм закона про державную социальную допомогу семьям с детьми и про державную социальную допомогу детям-инвалидам и инвалидам с дотинства, то есть и многодетным семьям. Почему? У нас, к стыду, конечно, украинской власти применяется в плане социальной защиты такое понятие, но позорнейшее понятие, как уровень обеспеченности прожиточного минимума. Вдумайтесь, это абракадабра по сути своей, а практически это где-то одна седьмая от величины прожиточного минимума. Хотя величина прожиточного минимума, чтобы люди представляли, это черта нищеты по международным меркам. То есть это практически в наших условиях галлопирующей инфляции это человеку постепенно деградировать, болеть и умирать. А до этого придумано еще какое-то, если 120 гривен у вас нету, вы не можете рассчитывать на социальную помощь, на бюджетную помощь. В то время, когда растут количество миллионеров, миллиардеров, народ зубожие, и что же мы ждем, социального взрыва и крови. Вот поэтому общая задача не допустить. Эти полномочия омбудсмана надо использовать полностью, чтобы не было вот этих очередей в судах, вот этих демонстраций и акций протеста. Предбюджете нет денег. Да есть прекрасные деньги. Вы посмотрите, какие дачи, коттеджи растут не только здесь за рубежом. Вы посмотрите, какие суммы денег фугуются в офшоры. Вы посмотрите, кто освобожден от налогообложения, как издеваются над бюджетом те же власть, придержащие лица. Поэтому здесь нужно поднимать цивилизованным путем все общество, поставить на правовые основы. Здесь формы реагирования есть, взаимодействия со средствами массовой информации. Когда будет информация с регионов, то легче управлять будет и центральной власти, исполнительной, законодательной и судебной. Вы посмотрите, в наших судах что творится. У нас суды, где нет правосудия, где суди сами стонут от своей зависимости от криминала. Когда должность стоит денег, когда регулярно надо наверх качать деньги. Вон уголовно-процессиальный кодекс. Там каждый шаг в ходе следствия и судебного разбирательства прописан четко на руме закона. Однако, напрочь игнорируется. Вот по делу Михаила Баса, вот по делу супругов Бондаренко, когда следствие УВД города следователь Димчев просто до больницы довел издевательством, а прокуратура города отмалчивается, отмахивается и закрывает глаза на грубейшее нарушение закона. Подается заявление об отводе следователя, никто не реагирует. Причем знают, что квалифицированно борются. Нам демонстрируют цинизм этой власти. Понимаете? Или показывают, как на должность прокурора города присылаются, как смеются сами же работники горпрокуратуры, залетные, перелетные люди, которым совершенно до лампочки состояние прокурорского надзора в мегаполисе с миллионом населения. Так о чем можно говорить? Вот когда будут представители уполномоченных, когда заставят генерального прокурора разобраться, соответствует этот прокурорский руководитель той или иной должности, присяги своей, должностному своему положению, вот тогда сколыхнуть надо этот грязный застой. Потому что только общими усилиями можно что-либо сделать. А если каждый будет исповедовать такой порочный принцип «Моя хата с краю, я ничего не знаю», «Че Украина рид на маты, не вкрадеш на бодеш маты», как современные циники руководители «пришел, наворовал, убежал». Вы мне простите, это путь страшный, потому что действительно по принципу французской революции и конституции, когда люди имеют право на восстание, кстати говоря, когда наша конституция утверждалась, об этом было поставлено на Верховной Раде. Когда, угнетая народ, властители доведут его до крайнего состояния, то надо предусмотреть право на бунт, на восстание. Но мы цивилизованные люди, мы не имеем права доводить, поэтому мероприятия проводятся. Поэтому я готов помочь, я знаю, вижу, умею, как это проводить и поставить, потому что есть опыт, есть видение этих проблем. У нас достаточно широкая информация, я вам скажу, из всех органов власти, отовсюду. Мы видим, какая глубина поражения коррупции. К сожалению, те чиновники, которые у нас стоят на государственных постах, мы в обл. госадминистрации в ноябре задали вопрос. Знаете ли вы глубину поражения коррупции органов государственной власти? Те, кто рассуждает на темы коррупции. Они говорят, хорошо, что офицеры-оставники честно сказали нет. Я говорю, тогда о чем говорить? Говорильня ради говорильни. Никто же мер никаких не принимает. Общими усилиями, понимаете, если с Одесского региона, кстати говоря, он давал во все годы хорошие инициативы, очень много вышло отсюда замечательных людей, поднявших прогресс человеческий на достаточно высокий уровень. И здесь только общими усилиями можно что-то сделать. Потому что мы должны сказать, вот этому порочному преступному режиму властвования, сказать решительно нет. Это сделать цивилизованным путем. Не дожидаясь, когда взорвется тот или иной регион и когда будут применены силовые акции. Потому что это никому не надо. Понимаете, я осознаю, что это такое. Понимаю, какое раздражение это вызывает у власть придержащих олигархов, которые на криминале решили создать себе благополучие. И вот когда общими усилиями мы заявим о том, что хватит и народ уже желает обновления, вот давайте общими усилиями это и поднимать. Потому что пойдут отклики на эту, трансляцию на эту передачу. Мне скажу лично, это лично действительно не надо. И известность у меня есть, она мне не нужна. Потому что я предельно честный человек и привык всю жизнь довольствоваться малым. Кто идет на властные должности ради наживы, вы знаете, абсолютно всегда, рано или поздно, это кончается позором. И никому наворованные суммы денег никогда не пошли впрок. Поэтому давайте объединяться и слушать каждый голос, и участвовать, поднимать Украину, чтобы в каждом регионе поднялись люди и в каждом регионе выдвинулись своих достойных представителей. Вот чего мы хотим добиться, она действительно стоит дорого, но нужно добиваться. Я скажу маленький пример. Правильно, когда Леонид сказал, что ему не нужно ничего, но когда в авусе месяце он говорит, Владимир Ильич, давай же будем бороться как-то. Мы собрались, написали письмо президенту как гаранту Конституции и Азару как лидию партии, который позорит партию в Одесском регионе. Мы написали о том, что прокуроры области не соответствуют взаимодолженности, приложили доказательства. Я не знаю, это сыграло или не сыграло, мы свою гражданскую роль выполнили, и в декабре месяце клоун Стрижин, как его прозвали, деситы. Деситы, что-то умные люди, они всегда четко подмечают. Это прокурор был, прокурор брал черную, брал других, они сидели, кушали в ресторане и они советовали, где подписать, где как поступить. Понимаете, уже хватит, чтобы нам и кто-то командовал. Я хочу обратиться к жителям нашей красивой Украины. Это действительно работящие люди, это талантливые люди, это действительно во всем мире есть одеситы. Не зря даже существует Всемирный клуб одеситов. Видите, это один город, который объединяет во всех странах. Я хочу обратиться к депутатам Верховного Совета, кто будет видеть, слышать. Говорят, что на эту должность нужно очень и очень много денег. Когда я начал этот вопрос поднимать, мне сказали, ты не представляешь, сколько надо денег. Мой любимый предмет – логика. Я всегда говорю, значит, если вы хотите видеть действительно достойного, народного представителя в Верховном Совете по делам ваших детей, ваших дедушек, бабушек и вашего будущего, значит, голосуйте за Николая Леонидовича Развайкина. Если вы не проголосуете, значит, подтвердится логическое мышление моё, что надо действительно очень много денег. Но помните, что не всё в этом мире продаётся. Вспомните, как хоронили Александра Македонского. Поднятый вверх рук, ладоней, чтобы все видели, что они, он с собой ничего не унёс. И самое страшное – это людское проклятие. Если вы любите своих родных и близких, помните это всегда. Когда вы едете на красный свет, я вам скажу сегодня маленький пример. Это тоже важно, достойно. Значит, мы ездили сегодня в прокуратуру, там, в ГСБ, в Беляевском районе. Чайки, вот женщина выступала, Чайка, там 3200 участков. Люди от 7500 до 9800 гривен несли деньги, миллион гривен, ГСБ в области отказал в возбуждении уголовного дела. Значит, когда я написал письмо прокурору, я ему показал сегодня там, а там написано, что в конце, я понимаю, чего работники Беляевского ГСБ отказали в возбуждении по 6.2 отсутствия состава преступлений. Потому что эти работники ездили в Новый, как это город, Новый, не помню, значит, и в багажнике вывозили человека в наручниках, и там потом два дня выбивали с него расписки, Новую Каховку, да. Когда начальник Абухес дошел до этой фразы, он так скривился, ему было очень неприятно, хоть там новый человек. Я говорю, это что? Он говорит, это неправда, если средства массовой информации присутствуют, подайте в суд. А что с этими людьми? А их уволили. Я говорю, так если неправда, чего их уволили? Понимаете? Поэтому я еще раз спрошу, граждане Украины, наши многостраданные Украины, мы выдвигаем человека, который заслуживает ваше доверие, заслуживает, чтобы ваше будущее, ваших детей, внуков было обеспечено правом, защитой, и чтобы наша страна была действительно правой. Спасибо. Потому что здесь объединились несколько групп выдвигающих. Согласны ли вы с тем предложением, чтобы выдвинуть Некомендарды Украины? Прошу голосовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова